Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости. В студии Светлана Садовая. Смотрите сегодня выпуски. Новые технологии дорожную разметку обновляют в Уссурийске. Подготовка к открытию МФЦ округа возобновляют свою работу. Тысяча дворов. Специальная комиссия принимает работы по губернаторской программе. От трех до семи лет приморские дети начали получать новые выплаты. Таврида детям. Смех и веселье решили подарить мальчикам и девочкам, которые остались без родителей, волонтеры Владивостока. Штормовое предупреждение. На территории края пройдет циклон. Один случай заражения COVID-19 зафиксирован в Уссурийске за последние сутки. Таким образом, в округе 201 факт инфицирования с начала эпидемии. В крае за сутки выявлено 52 человека. Выздоровели 63. Общее количество в Приморье больше 2150. В регионе сейчас работает 16 обсерваторов, где находится больше 600 человек. Сегодня прибыл транзитный рейс из Сеула с нашими гражданами. В пунктах временного пребывания разместят еще около 150 пассажиров с этого самолета. Напомним, в Приморье до 15 июня продлен режим повышенной готовности. Действует запрет на работу некоторых объектов. Обязательно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Если говорить о России в целом, то по официальным данным зафиксировано 432 тысячи случаев заражения новой инфекцией. За последние сутки 8,5 тысяч. С начала эпидемии выздоровели почти 196 тысяч жителей. Не справились с болезнью. 5215. Дорожную разметку обновляют в Уссурийске. В этом сезоне специалисты применяют совершенно новую технологию. На вооружение поступил автомобиль для укладки холодного пластика, который гораздо долговечнее, чем обычная краска. Наша съемочная группа включилась в процесс нанесения разметки на улице Советской. На часах полдень, а бригада дорожников только технику расправляет. Да не просто машину, а суперсовременную помощницу для укладки холодного пластика. С этим приобретением дороги Уссурийска будут помечать более качественным материалом. Эта часть работ такая емкая, что каждый водитель обратит внимание. Но труд специалистов в оранжевых жилетах начинается едва ли не с петухами. Самая длительная подготовка к разметке, потому что это не так просто. Не по щучьему велению она все появляется. Нужно подготовить ось, пробить ровно, разметить начало вида разметки, а потом только мы наносим в течение 10-15-30 минут. Прежде чем сесть за руль и включить аппарат, весь намеченный участок бригада прошла пешком. Теперь вот едут. Очень медленно. Всего 5-10 километров в час. Иначе нельзя. Ведь в кузове идет важный процесс. В емкостях три компонента. Жидкий пластик, отвердитель и светоотражающие шарики. Смешивание идет у самой дороги. И права на ошибку у бригады просто нет. Кажись, до метки. Там все будет видно. 50 метров или 100. Вот так улицу за улицей в постоянной связке друг с другом. И у каждого своя зона ответственности. На двоих у них не меньше 40 лет стажа. Раньше разметку наносили старым добрым путем. Где вручную, где практически на глаз. Теперь строгий контроль по всему периметру. На телевизор, чтобы вперед смотреть. Боковые зеркала, как наносится разметка, какой тип разметки. Чтобы оператор неправильную разметку не включил ни в тот момент. Ну и чтобы еще и машины задеть, которые сопровождают нас по обе стороны. Под мастерей еще одна бригада. Ведь нужно хотя бы временно ограничивать автомобилистов. Отвлекаться на конусы эти двое не имеют права. На застывание пластика требуется 10-15 минут. И если это время выдержать, полосы получатся идеальными и долговечными. Срок службы краски 3 месяца. Срок службы холодного пластика 6 месяцев. Но так как у нас еще более-менее, где хорошие дороги, он и год прослужит. Даже прошли дожди, вот недавно, и разметка по улице Краснознаменной, она вся видимая. А краска уже бы потерлась после дождей, после песка на дороге. В 2020 году для этой бригады намечен большой план работ. По подсчетам специалистов, новая машина – это, во-первых, экономия на краске. Во-вторых, снижение аварийности и разгрузка дорог. Ведь частота нанесения разметки как минимум снизится вдвое, а кое-где и больше. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Многофункциональные центры Уссурийска временно прекратят прием граждан с 3 по 8 июня. Такие меры связаны с подготовкой к открытию. Со следующей недели мои документы начнут работать только по предварительной записи по телефону. Перечень услуг ограничат. Остальные заявления граждане смогут подавать через портал Госуслуг, либо на официальных сайтах ведомств. После открытия МФЦ на входе у всех посетителей будут мерить температуру. У кого выше 37 градусов в приеме откажут. Также обязательное условие носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Что касается заявителей старше 65 лет, в моих документах выделили специальный день и время приема 13 июня с 8 до 13 часов, чтобы обеспечить максимально безопасные условия посещения. Специальная комиссия принимает работы по программе «Тысяча дворов». Уже реализовали проекты на 21 объекте. В этот раз проверили благоустройство придомовых территорий еще на 7 адресах. Три из них на улице Пушкина. Все нормально сделают. Вот такой высотой поднять. Новый асфальт и бордюрный камень на Пушкина 22. Последний раз дорожное покрытие здесь обновляли более 30 лет назад. Когда в Приморье начала работу губернаторская программа «Тысяча дворов», жильцы решили участвовать. Два года назад подали документы, но получили возможность сделать только детскую площадку. Воплотили замысел в жизнь в прошлом году. В 2020-м вторая попытка, и вот во дворе красуется и новое дорожное полотно. Очень было плохо. Почему? Потому что у нас, во-первых, вот вы видите, вот сливы идут, все это сливалось, здесь стояла лужа постоянно огромная. Вот результат. Вот она стоит, вода, теперь там. Теперь из нас уже вот сухо, хорошо все. Нам подняли, сделали слив. Колодцы самые основные, они были все вот так вот, все-все разрушенные, все заделали колодцы. Подвал у нас теперь будет сухой. Также в этом районе приняли работы еще на двух объектах Пушкина 20 и 16А. На данный момент по программе «Тысяча дворов» уже благоустроена 21 территория, из которых установили две детские спортивные площадки, остальные получили новое асфальтовое покрытие и установку бордюрного камня. Эти дворы сами по себе были проблемными. У них очень плохое было асфальтовое покрытие, можно сказать, его не было. То есть ямы, рытвины одни сплошны. Но на сегодняшний момент мы лицезреем красивую, благоустроенную дворовую территорию. На 2020 год по губернаторской программе «Тысяча дворов» запланировано благоустроить 83 территории, которая, к слову, продлена еще на два года. Поэтому стать участником и обустроить придомовую территорию смогут еще несколько десятков домов Уссурийска. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Контрабандную партию обуви задержали уссурийские таможенники. Более 2,5 тысяч пар импортер пытался скрыть от инспекторов. Попытка провалилась. Российская компания заявила в документах 13 тонн обуви, среди которых мужские и женские модели разной сезонности. При проведении досмотра оказалось, что партия товара гораздо больше по весу – 2 тонны. А это 2,5 тысячи пар. Компания пыталась провести без сопутствующих документов. Попытка сэкономить оказалась неудачной. Стоимость задержанной партии обуви – 4 миллиона рублей. Нарушителю грозит штраф вдвое больше этой суммы и конфискация товара. Уссурийского супермена задержала полиция. Недавно в интернете появился ролик, где парень со словами «Этому городу нужен новый герой катается на крыше автомобиля». Машина с полураздетым парнем на крыше двигалась по улице Ленинградской. Сотрудники полиции изучили видеозапись и установили, что герой ролика – 23-летний местный житель. Владелец транспорта. Парень попросил своего товарища сесть за руль, другого снять все на видео. Позже на Владивостокском шоссе полицейские нашли «Тойоту Целику» и владельца авто. Молодому человеку выписали штраф за отсутствие полиса «Осага» на 800 рублей. Приятеля, который был за рулем, привлекли к административной ответственности за перевозку пассажира вне кабины автомобиля. Штраф – 1000 рублей. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. От трех до семи лет приморские дети начали получать новые выплаты. Таврида детям. Смех и веселье решили подарить мальчикам и девочкам, которые остались без родителей, волонтеры Владивостока. Штормовое предупреждение. На территории края пройдет циклон. Открыт дискаунтер «Светофор» в селе Михайловка. Улица вокзальная 58. Совершайте покупки с нами. Дискаунтер низких цен «Светофор». Не пропусти знакомство с «Аригото». Сет из пяти роллов и пицца «Пепперони» всего за 999 рублей. Звони 21007. Доставим бесплатно. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Мы продолжаем. Предприниматели округа поддерживают жителей, которые временно остались без работы в период эпидемии коронавируса. Бизнесмены могут создать у себя дополнительные временные места и получить поддержку от государства. Подробности расскажет специалист Уссурийского центра занятостей Галина Довгаль. Рассчитывать на получение субсидий могут также и те предприятия, которые работают в обычном режиме, без нарушения каких-то производственных процессов. Они могут создать у себя на работе на предприятии временные рабочие места и по благоустройству или другие какие-то виды общественных работ организовать. И принять к себе на работу работников других предприятий, которые в настоящее время находятся без работы и без заработной платы. И тогда этому работодателю будет предоставлена субсидия и компенсированы затраты на заработную плату принятых работников. Если предприятие желает создать рабочие места и заключить договор, то оно, конечно, должно обратиться в службу занятости. И после заключения договора уже принимать на работу тех людей, которые находятся в простое. И по всем вопросам, за консультацией наши работодатели могут обращаться к нам в центр занятости. Телефон 32-37-94. Это отдел взаимодействия с работодателями. И мы подробно будем обсуждать каждую ситуацию. Мусорные контейнеры убрались под окон многоквартирных домов. Ранее на телеканале Телемикс выходил сюжет о проблеме жителей по Советской 40 и Суханово 34 и 36. Три здания расположены буквой «П». Близко с двумя из них стояли площадки для ТКО. Отходы издавали зловонный запах, который приносил неудобства горожанам. Теперь ситуация решилась. Больше года уссурийцы пытались добиться переноса мусорки на прежнее место. Через пару дней после выхода сюжета на канале Телемикс контейнеры переместили на улицу Володарского, старую точку. Уссурийское телевидение наш канал Телемикс отметил заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Во время интервью Александру Широких, генеральному директору Национальной ассоциации телерадиовещателей, Алексей Константинович обратил внимание, что во время пандемии жители стали больше интересоваться тем, что происходит в их городе, и чаще смотреть родные каналы. Говорили также о поддержке небольших телекомпаний и, что важно, не потерять местное ТВ. Вообще у нас много всяких рейтингов сейчас делается. Я, например, с большим удовольствием вчера вечером ознакомился с исследованием, которое прислали представители компании MediaHeals. Они померили большое количество региональных вещателей, и мы видим, кстати, в период пандемии, очень большой рост интереса к тому, что происходит у нас на местном телевидении, по некоторым каналам рост даже в 4 раза. В принципе, это подтверждает ту историю, которую мы и так знали, что людям, конечно, интересно, что происходит в соседнем доме, в соседнем квартале. И в этих показателях я, кстати, тоже увидел, что вот этот период очень неплохо скакануло. У нас обычно, когда говорим, мы все-таки приводим в пример телевидение, которое общерегиональное, а у нас есть и муниципальное. Вот любимое мое уссурийское телевидение, оно тоже неплохо скакануло. Да, уссурийское молодцы. Более 1300 приморских детей стали получателями новой выплаты. Пособие рассчитано на маленьких жителей от 3 до 7 лет. В целом 57 миллионов рублей было направлено на эту меру поддержки в крае. Семьям одномоментно поступило около 36,5 тысяч рублей. Это деньги за 5 месяцев с января по май. До конца июня ждет еще 7 с небольшим тысяч. Таков размер нового ежемесячного пособия в нашем регионе. Более 20 тысяч заявлений на данную выплату поступило специалистам соцзащиты меньше, чем за месяц. Новые также будут включены в список по мере рассмотрения. Напомним, право на эту соцподдержку имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, которое было установлено за второй квартал прошлого года. Это 13 189 рублей. Оформить заявление можно с помощью портала Госуслуг или социального портала Приморского края. По всем вопросам можно обратиться по многоканальному телефону 8 8 30 22 145. Смех и веселье решили подарить мальчикам и девочкам, которые остались без родителей, волонтеры из Владивостока. Добровольцы приехали в Уссурийский детский дом на Фадеева, чтобы порадовать его юных обитателей. Устроили КВН, раскрасили окна. В общем, провели время отлично. Наша съемочная группа за всем понаблюдала. Все, боли отсюда. Это мне говорит человек, ты же Амитер Гурова. Смех – лучшее лекарство. И это именно то, что должно звучать из уст малышей. Так считает команда КВН из Владивостока. Парни и девушки специально проехали по детдомам Уссурийска в рамках акции «Таврида детям», чтобы устроить интересные интерактивы и мастер-классы тем малышам и подросткам, которые остались без попечения родителей. Мастер-классы проводятся по основным направлениям, которые представлены на Тавриде. Это актерское мастерство, это вокальные различные истории, музыкальное направление, танцевальное направление, народное направление. И юмористическое. Программа, конечно, была посвящена Дню защиты детей и изначально выглядела гораздо более масштабной. Подвела погода и, конечно же, режим самоизоляции. Пришлось репертуар сократить, но и этого было достаточно. Мальчишки и девчонки вдоволь насмеялись и оценили искрометный юмор КВНщиков. А дальше ждало самое интересное. Девчонкам и мальчишкам предложили разрисовать окна. И это совершенно законно. Только одно правило. Рисунки должны быть тематические, посвященные Дню России. Этот праздник будут отмечать 12 июня. Поэтому подготовиться решили заранее. На помощь пришли бойцы студотрядов ДВФУ, которые выступили в качестве волонтеров. Наша задача – помочь ребятам раскрасить окна и поднять, наверное, им как-то настроение. Потому что сейчас у всех такое упадническое. Всем грустно, все переживают. А мы такие веселые, задорные. Все хорошо, эгэ-гэй, давайте рисовать, поднимать настроение. Праздник отметили. Дети остались довольны. С представителями студенческих отрядов и КВНщиками договорились встретиться еще. Ведь многим здесь скоро поступать в институт, искать себя. И кто, как ни молодые студенты и волонтеры, помогут в этом. Марина Роман, Елена Карпенко, Алексей Шаповалов, Телемикс. Штормовое предупреждение. Завтра, 4 июня, над территорией Приморья пройдет циклон. Ожидаются сильные ливни и кратковременный выход участков рек. Из берегов предупреждают метеорологи. На большей части края в связи со смещением активного атмосферного вихря утром и днем в четверг пройдет дождь с количеством осадков в Уссурийске до 30 мм за 12 часов и менее. Это треть месячной нормы для июня. В центральных и восточных районах Приморья пройдут очень сильные ливни с количеством 50 мм и более за 12 часов. Ненастные дни будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. В связи с этим ожидаются паводки. Уровень воды в реках резко повысится. Преимущественно на 20-60 см. На реках бассейна Уссури – это центральные районы края до 1,5 м. Некоторые участки рек выйдут из берегов. Дожди уменьшат ночное выхолаживание и дневной прогрев. В результате минимальная температура повысится на 1,3 градуса, а максимальная понизится на 3,6 градусов. Из-за дождей осложнится обстановка на дорогах Приморского края. Повысится риск ДТП. По возможности лучше отказаться от поездок на дальнее расстояние. На этом пока все. В студии работала Светлана Садовая. Все сюжеты вы можете увидеть также на нашем официальном сайте телемикс.тв и профили сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова